Всем привет! С вами Мила. Вы на моём канале. И сегодня я хочу вам рассказать историю, которая произошла со мной 7 лет назад. История необычная, и она будет о том, как опасно доверять людям, которые связываются с вами через интернет. В общем, 7 лет назад я решила свою жизнь поменять и очень даже кардинально. У меня в планах был переезд в Москву и поиск себя там, как артистки, певицы, ну, может быть, не знаю, ведущей. И вот почему-то именно через Авито я решила подать объявление о том, что молодая перспективная певица с хорошими вокальными данными, лауреат разнообразных конкурсов, ищет работу, может быть, в кавер-коллективе, может быть, сольно, может быть, ещё что-то такое. И вот мне отвечают два человека. Один пишет о том, что он сам музыкант и продюсер, и вот он послушал там мои видеозаписи по ссылке, ему это интересно, давайте перейдём в контакт для нормального общения и так далее и тому подобное. И вот он мне начинает писать в контакт, вроде сначала всё достаточно адекватно, он высылает какие-то свои работы и спрашивает, когда же я собираюсь приехать в Москву, ну, я говорю, что примерно в конце октября это будет. Он говорит, вроде бы договариваемся о встрече, и тут он мне начинает задавать странные вопросы. Он говорит, а какого у тебя размера нога? Я говорю, а это зачем? Я говорю, как это относится к моим вокальным способностям? Он говорит, мне надо знать, я, говорит, вот обувь должен вам заказывать или ещё что-то такое. Я говорю, ну, подождите, я говорю, со своей обувью я разберусь сама, и, в принципе, с одеждой тоже. Я понимаю, что как бы это что-то ненормальное из разряда, скорее всего, фуд-фетиша. Тут уже такой у меня знак вопроса появляется по поводу этого человека, и желание с ним встретиться в Москве, конечно, уже отпадает. Но он продолжает мне написывать, там что-то рассказывает, вроде какие-то планы, вроде он там мне высылает список каких-то песен из разряда там, что учить, не учить, ну, вот что-то такое. Далее, второй человек, который откликнулся на моё сообщение, он мне сразу же позвонил через Авито. Был у него такой очень сильный кавказский акцент, я практически не понимала, что он говорит по-русски, потому что, ну, правда, прям каша какая-то была полнейшая. Но, кое-как разобравшись, значит, он, значит, мне говорил, что он продюсер, вроде бы как, что он будет делать кавер-коллектив, этот кавер-коллектив будет ездить по разнообразным мероприятиям, каким-то закрытым вечеринкам, и за границу будет выезжать. И начинает человек обещать золотые горы, достаточно большую оплату. На период подготовки, вот, создания самого коллектива он обещал где-то порядка 150 тысяч в неделю, чтобы я получала, обещал собственного водителя мне, обещал, что мне будут там наряды подбирать, подбирать стиль. И, мало того, этот человек, он говорил, что он, в общем, как-то взаимосвязан с Максимом Фадеевым, Эмином Агаларовым и еще многими звездами нашего шоу-бизнеса. В общем, такой интересный поток информации поступал. Ну, и вот, тоже мы договорились с ним встретиться, и приезжаю я в Москву. В этот момент в Москве у меня тоже происходят некие такие личные ситуации, не очень приятные, и человек, с которым я должна была вместе пойти на встречу к вот этому продюсеру с кавказским акцентом, выпадает из-за боймы, и, конечно же, он со мной не идет. Но, благо, со мной пошел один из моих родственников. Мы договорились встретиться в Макдональдсе. Да, место встречи назначила именно я сама, как бы поближе к тому месту, где я находилась, чтобы было как-то, ну, поудобнее ориентироваться и ретироваться, если что. Тут подъезжает машина, выходит из нее мужчина лет около 30, примерно, ну, плюс-минус года два. С ним вроде бы как водитель. Я сфотографировала сразу быстренько номера машины незаметно на телефон, думаю, ну, пригодится. А вдруг? Мало ли. И вот мы заходим в этот Макдональдс, он начинает что-то рассказывать, что в Москва-Сити, в одной из башен, у них находятся офисы, и вот они такие крутые. И вот он и работает на Крокус-Сити-Холл каким-то образом, и еще что-то. В общем, очень-очень много всякой такой заманивающей информации. И, как говорится, мягко стелит, да жестко спать. Я смотрю на лицо своего родственника, а поскольку он человек, который живет в Москве, он хорошо знает название этих башен в Москва-Сити, и то название, которое сказал этот мужчина, оно вообще не существует. То есть такой башни нет. Мы поговорили, и он говорит, все, давайте, говорит, контракт составляет, все. Я говорю, вы вышлите, я говорю, мне его, пожалуйста, я покажу своему адвокату, ну, юристу, он посмотрит, разберется и, ну, все проверит. Смотрю, он как-то так немножечко занервничал. Вы знаете, говорит, а у меня сегодня мой, говорит, юрист, он на выходном, нет его. А был понедельник. Думаю, почему в понедельник, выходной? Странно как-то. Я говорю, ну, ладно, как будет не на выходном, высылайте. И он такой, да, 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 вот только вот будь готова, там все, я все пришлю. Ну, ладно. Дальше, значит, я прихожу домой, конечно же, мне мой родственник начинает говорить, что, говорит, что-то, говорит, мутным пахнет, непонятная какая-то ситуация, говорит, какой-то вообще странный человек. И выглядел он, ну, по внешнему виду, как человек с небольшими отклонениями психическими. У многих людей с психическими отклонениями это выражается на лице. В мимике, в жестах, ну, во взгляде, конечно же. И вот мне как-то стало страшновато, я не понимала вообще, что происходит. И у меня был один очень хороший знакомый, который, в принципе, мог, ну, кое-какую информацию собрать о людях, навести. Я к нему обратилась, выслала ему фото, ну, этих номеров машины, выслала имя, фамилию человека. И он говорит, хорошо, говорит, жди, говорит, вот слушай, говорит, мне кажется, что, говорит, тебе надо сейчас уезжать из Москвы. Говорит, тебя сейчас ничего там не держите? Я говорю, да нет. Он говорит, садись, говорит, в поезд, но, говорит, не говори, говорит, этим людям, говорит, что ты уехала. Хорошо? Хорошо. В общем, я уехала из Москвы, дальше мне звонит как раз вот человек, к которому я обратилась, и говорит. Вот этот товарищ, ну, назовем вам его Ахмедик. Вот этот Ахмедик, он, говорит, давно разыскивается в международном розыске. Он, говорит, в Азербайджане, говорит, натворил, говорит, много дел нехороших, то есть за ним были, скажем так, принудительные интимные контакты с женщинами, с несколькими. Вот, плюс еще оказывается, он певиц, начинающих там актрис, моделей, балерин, обманным путем собирал и пытался вывозить за границу в заведение такого, скажем, странного характера, который оказывает интимные услуги за деньги. Ну, вы поняли, на каких заведениях я имею в виду. То есть, девушки попадали в интимное рабство, вот, сами того не подозревая, то есть, хотели работать по профессии, а получилось вот нечто иное. И вот, в общем, за ним охотится Интерпол. И это еще не все. Также мой знакомый связался со своим бывшим сослуживцем, который как раз-таки относился к одному из медийных лиц, про которых упоминал этот человек. Он был у него начальником охраны. И тут вот этот начальник охраны, он говорит, что да, мы, говорит, знаем про него уже, говорит, некоторое время, говорит, он у нас как бы на крючке, потому что да, он прикрывается, говорит, именем моего начальника. Он, говорит, выдает себя за его друга и так далее. И, в общем, человек уже прославился. Я говорю, а что же мне делать? А я говорю, он мне еще продолжает писать, там, звонить, то есть, он думает, что я в Москве. И он очень, ну, так странный был один разговор. Он говорит, ты знаешь, говорит, у меня скоро свадьба. Я говорю, да. Он такой, ты же придешь ко мне на свадьбу? Я говорю, ну, наверное. Он говорит, но у меня условия, говорит, чтобы ты была, говорит, в белом платье. Я говорю, в белом платье, я говорю, гостям нельзя, в белом платье только невеста. Он говорит, ну вот, вот мы, говорит, с тобой будем свадьбу играть. Я говорю, зачем? Я говорю, какая свадьба? Я говорю, что за глупости? Он такой, это надо. Нет, это надо для пиара. Я говорю, какой пиар? Я говорю, о чем ты говоришь? Я говорю, что за глупость? Вот, ты не понимаешь, что это? Я говорю, слушай, не, не, не. Я говорю, я в таком не участвую. Я говорю, шутки, шутками, нет, нет, нет. И, в общем, он какие-то вот такие странные вещи выдавал. и становилось ясно, что человек, правда, не дружит с головой. Ну и когда я у своего вот этого знакомого спросила, что же мне делать, он сказал, говорит, если он будет тебе звонить, говорит, во-первых, ты предварительно до этого заблокируй его, говорит, а если он будет с других номеров звонить, скажи, что вот с тобой связывались по его душу органы, которые его разыскивают, и скажи, что, говорит, тебе таких проблем не надо, и все, говорит, и до свидания. В общем, так и произошло. Действительно, он мне звонит с другого номера, я ему это все говорю, и дальше он начинает просто меня оскорблять, он начинает кричать, психовать, угрожать. Опять же, я положила трубку, он мне с разных номеров телефона начинает писать вот эти вот все угрозы, что я там дура, что я пожалею, что я не знаю, с кем я связалась и так далее. Ну, дальше, конечно, этих угроз, понятное дело, ничего никуда не зашло. Я его везде заблокировала, как мне говорили, но продолжила жить своей жизнью. А вот тот мужчина, который тогда первый обратился по Авито, которому нужен был номер, размер моей ноги, вот, тоже странный человек, он, я когда приехала уже в Москву, он начал тоже давить, давайте, давайте, когда мы встретимся, я говорю, понимаете, сейчас я занята, у меня сейчас мероприятие и так далее, но это так и было, я была действительно занята. И он начал тоже психовать, он тоже говорит, что вот, вы, если со мной сейчас не увидите в течение сегодняшнего дня, это будет ваша потеря. Я говорю, ну, потеря так потеря, ладно, я говорю, до свидания, всего хорошего. И таким образом, как бы, я распрощалась и с этим человеком, и чуть позже потом с вот этим вот товарищем, которого разыскивают в международном розыске. Так вот, дорогие друзья, очень часто бывает так, что общаясь с кем-то в интернете, да, ну, будь то социальные сети или же те же Авито, мы можем действительно наткнуться на каких-то очень опасных людей, которые могут в лучшем случае нас напугать, да, чем-то, ну, или там даже смешить, а в худшем случае они могут просто доставить нам массу неприятностей, и мы потом будем, ну, как-то расхлебывать это все и не знать, что делать с этим. Поэтому на все предложения, которые поступают, относитесь очень внимательно к ним, не реагируйте очень быстро, старайтесь посоветоваться с кем-то, потому что третий взгляд, да, свежий со стороны, он всегда видит более ясно, нежели, допустим, мы, и когда, да, там, наш взгляд затуманился за счет каких-то красноречивых обещаний, ярких каких-то, да, там, связанных с какими-то, скажем так, плюшками. Вот, поэтому надо беречь себя, надо все 200 тысяч раз проверять и никого не слушать, потому что порой бывает так, что даже и проверенные, казалось бы, люди, допустим, те же известные блогеры, не блогеры, которые, да, там могут нам рассказывать какую-либо информацию, что-то там, кого-то, не знаю, там, обвинять или еще что-то, они тоже могут оказаться не вполне здоровыми психически людьми, и то, что они говорят, может быть, ну, совершенной, допустим, неправдой, да, то есть проверяйте, смотрите, кто, как живет, и все-таки отделяйте медийную жизнь некоторых, да, там, людей от реальной жизни, потому что многие люди, да, там, в реале оказываются совершенно не теми, кем они себя выдают в пространстве соцсетей. С вами была Мила, я надеюсь, что это видео стало для вас, может быть, информативным, может быть, поучительным, может быть, для кого-то шокирующим. Ну, в общем, всем добра, будьте счастливы, до новых встреч!